Здарова, Ютуб! Здарова, Адзен! С вами Джон, он же Прощание с сезоном Клодовство 312. Сегодня в этом ролике мы поздаем инграмки с башни. Инграмки с шлемом мы сдавать не будем, чтобы их не терять, так сказать, потому что в следующем сезоне они сохранятся. Но все инграмки с башни надо сдать, в том числе там Авангардовские, Гарниловские, Гамбитовские, Осирисовские и Банши вроде бы, да. Для того, чтобы они остались. Соответственно, также поговорим про отключение артефакта, потому что мне там надо будет еще в Гамбит немножко поиграть после этого, чтобы досолить контракты. Ну, не забудьте, да, вот, обновить тот сезон артефакт, про что я говорил в своем крайнем ролике, про подготовку к следующему сезону. Ну и там уже народ на Ютубе Западном начинает хайпить, делать префайером билды на солнечные моды из артефакта. Ну, я тут озвучу, да, то, что у меня уже в планах есть на старт сезона там несколько роликов сделать по поводу катализатора наши, по поводу билдов некоторых, по поводу там первого дня сезона, ну и так далее, так что... Не забываем там подписываться, жать лайк, писать какой-нибудь комментарий для продвижения видоса, проходить по всем ссылочкам в описании ролика для поддержки стримера, а мы будем потихонечку начинать. Также хочу отметить про то, что если захотите в один следующий ролик попасть, может быть, это делать с помощью доната, если сумма в 10 раз увеличится во время стрима. Спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на бусте. Тут у нас периодические записи киностримов выкладываются, которые у нас проводятся на ВК-плее. Так что спасибо Даса Насию за 3 места тени, Герой Герой Силаеву за 1 месяц спутника, Дмитрию Новику за 6 месяцев Дрэджина, Роттенбергу за 1 месяц спутника и Дмитрию Александрову за 12 месяцев зрителя, получается. Ну и Оксане спасибо за зрителя. Итак, переходим к видеотикам. Так, ну что ж, начнем по порядку. У нас тут сперва идет авангард, 10 штук, на них разомнемся, попробую наролить... Приветствую тебя, страж. ...плазминку, скорее всего, где она тут. Для ППМ. Специально освободил там себе несколько мест. Заявка одобрена. У персонажа. Возвращайся на... Комендарь заполнил. Поднимаю. Блин, я не освободил второе слово. Гений 312. Ну ладно, сейчас будем почту проверять. Хотя просто для ППРОЛ сделать все. Так, что у нас тут? Питающая ярость? Нет. Сжимать перезарядкой? Нет. Нет. Как же игра любит абсолютно скорость заряда. Он сейчас, правда, вроде бы не снижает урон. Хотя написано в описании, что снижает урон, но все равно как-то не так смотрится как надо. Так, дальше у нас тут Лорд Шакс. Попробуем поролить Бесконечную Бурю. Пистолет-пулемет этот. Пресловутый. Ровно 99 шансов у нас. Хочется достать на него захват цели и движущие цели и все на дальность. Но это та еще лотерея. Потому что за весь сезон так и не упал такой. Ну-ка, смотрим. Здесь, блин, еще подвох в том, что тут два, даже три ряда перков. Поэтому приходится внутрь заходить и смотреть. Ну вот тут, кстати, неплохой ролл. Ну, блин, вот это все портит. Хотя убийственный вихрь многие могут почистить классным. Так, тут у нас что? Диверсант и надгробие это у нас уже есть. Осветление. Нет. Надо. Диверсанты. Жажда длиналина тоже нам не надо. Компинсатор скачки nude. Что? Компинсатор скачкиonnade. Блин, обидно. У нас тут. это тоже не сюда да кстати тут вот народ вспоминает действительно у нас же фокусировку зная легендарные осколки уберут в следующем сезоне поэтому последний шанс вот их слизь на ушки но опять же как я говорил в ролике то по подготовку к сезону желания не торопитесь вообще все осколки сливать в начале сезона потому что вам течение сезона от будет их на что-то тратить еще ну то есть мы по-прежнему будем покупать ресурсы на луне при помощи осколков и флаги там и еще что-то для рейда а и выше сплава тоже так это мы пока оставим на всякий у нас еще нет в принципе уже можно даже внутрь не заглядывать потому что все два перка не совпадают то блины не совпадут скорее всего все длины действий гармония до держи карман шире здесь у нас еще их новый перка на дальность не хватает да и захвата цели тоже что со мной делать то будешь ну вот кстати да то что осколки зря копили получается ну типа их можно будет обменять на блеск на луне до той же самой но это так это на черный день потому что рано или поздно блеск накоплен и закончится если вы захотите по быстренькому урахула обменять и забавно что банджо там не предлагает ничего чтобы бой на поменяли и осколки просто со стартом финальной формы уйдут я такой ну спасибо вот опять вот эти два перка есть всего остального нету вообще персанты захватцы опять если же не любит она есть я просил это раскачки сильно вся компетенция раскачки и палец на спуске я бы его оставаясь ему было бы все на дальность что это что захват цели не так уж и часто срабатывает надеюсь эта штука такая же крепкая как и ты последнюю пулю наверное просто вот реально да вот если я вот сейчас пойду испытания осирису вот у меня есть шанс на ролить 99 пушек с 99 грамм да то в следующем сезоне мне чтобы на ролить 99 пушек надо будет 500 грамма хранить я максимум могу 900 грамм я подожди даже не 9 даже не 500 побольше не 500 5 раз больше ну короче вы поняли если там 1 грамма будет если одна пушка будет 5 грамм стоить прочим утки муторные какие-то на банже просто я не видел чтобы кто-то из коллег на эту тему переживала особо но блин наверно все таки стоило бы у вас будет меньше шансов вырылить какой-нибудь гадрол себе а там дороге зуми может огни смотреть на фига я парюсь продолжаем эта штука такая же крепкая как и ты надейся надеюсь ашакис осторожнее с этим так надо бы сейчас блеска купить все это за об диверсант гармония типа да она типа нет планет зато раскачки спасибо нет нет наверно сразу нет блин но вот этот вот момент неплохой в сочетании с этим но всего остального нет типа полный калибр я на гиппаде ставить не буду чтобы блин у меня вообще улетела вниз нафиг стабило надеюсь эта штука такая же крепкая как и так 8 штук там еще три ну вот это уже ближе конечно ну блин абсолютно на дальность нет о его игра я смотрю прям так и дразни тут эти 4 из 5 почему-то 5 из 5 прям не хочет падать так раз надеюсь эта штука такая же крепкая как вере 5 6 7 так тут у нас внезапно геймдиректор джо блэкберн подъехал с важной новостью на 6 минут 54 секунды у него видео обращение нас на youtube канале банджи ну что ж за ценим всем привет я джо блэкберн игровой директор дистине 2 я уверен что после сегодняшнего объявления о том что окончательный вариант игры выйдет 4 июня у вас возникнет много вопросов на тему 4 июня да все так какой контент выйдет до июня так что я хотел заглянуть сюда взойди сегодня в стрим рум и принеси несколько классических заметок джо написанных от руки и расскажи о том что мы будем делать с сегодняшнего дня до июня я думаю что это будет довольно короткое видео так что я хочу сразу перейти к делу давай начнем с очевидных вещей завтра стартует сезон исполнения желаний мы в восторге не только от сюжета и содержания сезона но и от того как он будет выглядеть в финальной версии так что я надеюсь что ваша маленькая армия в куртках last wish raid будет носить их с гордостью я знаю что так и будет тогда в пятницу у нас будет разорение военачальников в дистине 2 появится новое подземелье о котором я хотел бы с вами подожди 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 разорение военачальников а как в оригинале будет? а тут есть субтитры окей работаем а руины полководства руины полководства ой ладно начальников в дистине 2 появится новое подземелье о котором я хотел бы с вами поговорить но поскольку я нахожусь в студии я немного беспокоюсь что кто-нибудь из команды по рейдам и подземельям услышит меня и ворвется в дверь так что мы дадим вам возможность убедиться в этом самим говоря о групповом контенте давайте быстренько поговорим о fairtea find недавно мы опубликовали несколько сообщений о том как будет работать fairtea find я просто хотел дать здесь немного больше информации я не думаю что это преувеличение когда я говорю что fairtea find изменит то как многие из вас взаимодействуют с дистине 2 изо дня в день как бы то ни было это довольно серьезное техническое изменение в игре так что мы хотим быть очень осторожными с тем как мы это реализуем у нас будет ограниченное количество окон с ограниченным количеством действий для начала это позволит нам собрать необходимые данные использовать их посмотреть как это влияет на стабильность сервера удалить их внести изменения а затем с каждым разом внедрять их все лучше и лучше в конечном счете мы собираемся разработать версию fairtea find'а, которую вы сможете использовать для рейдов, подземелий, страйков, пвп всего что захотите, для чего нужна группа, в новом году и непосредственно перед окончательной формой что такое пвп, так вот в прошлый раз мы много говорили о пвп я просто хотел, я хотел сообщить вам последние новости о том, где мы находимся у нас есть режим crucible labs, с которым мы много экспериментировали и который называется шах и мат в этом году мы собираемся сделать две вещи с помощью шах и мат мы возьмем шах и мат и добавим его в плейлисты core crucible это будет что-то вроде контроля 6 на 6 в рэнк не надо, дядя мы будем посмотреть как правило шах и мат, с которыми мы экспериментировали, взаимодействуют с более крупной экосистемой crucible но в конечном счете, то что мы пытаемся сделать с помощью шах и мат, это не создать третий или четвертый способ игры шах и мат, это все что нужно для более продуманной борьбы так что мы собираемся внести изменения в правила для шах и мат, будь то более блин, вот, ну мы про это конечно уже знаем банджи уже это анонсировали, то что они добавят этот долбанный разгром во все основные режимы игры, так или иначе поэтапно и в испытании осириса тоже, ну про то какой это будет смех мы уже разбирали отдельно в видосах про твабы, ну блин когда это вслух тебе говорят, это еще больнее становится, что человек это серьезным лицом делает типа, вы знаете, просто, ваша собака кусается, нет, она делает больно по-другому и медленная скорость перезарядки способностей или другие правила, касающиеся специальных боеприпасов мы хотим найти то, что работает, и начать переносить эти изменения правил в основную часть действий не два крусибл речь идет о создании крусибл, который будет более стратегичным, более сфокусированным на вашем оружии и на снаряжении, которое вы привносите в игру сражайся знаете, что мне это напоминает? вот когда Destiny 2 выходило и они тоже использовали вот эти фразы я понимаю, что Джо Беберн новый в этом плане ну типа, он до этого над игрой работал но он не был геймдиректором и может быть он подзабыл, но я помню когда разработчики выходили такие и говорили, что вот тут короче Destiny 2 выходит и вы будете играть более стратегически я сразу только говорил, мы будем больше сидеть ну типа да да, сейчас вот опять вернется вот метод этих двух primary когда вот мы двух пушек на белых патронах когда мы будем бегать с пистолетами-пулеметами и с луками или с гранатометами на белых патронах для тимшота все забьют на накопление зеленых патронов к третьему или четвертому раунду испытания Осириса ну что ж, готовимся, да, это будет весело мы заговорили о крусибле, давай поговорим о картах так что на этой неделе в Destiny 2 появится не только цитадель но и карты для набора, о котором мы говорили в начале этого года да ладно, уже? в новом году все это выйдет в свет сразу у нас есть три карты одна посвящена Европе, другая не Амуне а третья терраформированной пирамиде на самом деле вчера у меня была возможность еще раз протестировать их в игре я действительно в восторге подожди, 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 подожди три карты выйдут три карты выйдут в следующем сезоне или в следующем году, я не понял цитадель я знаю, что выйдет в следующем сезоне речь идет о создании крусибол который будет более стратегичным более сфокусированным на вашем оружии и на снаряжении, которое вы привносите в игру сражайся с ними раз уж мы заговорили о крусибле давай поговорим о картах на этой неделе, так на этой неделе в Дистине 2 появится не только цитадель, но и карты для набора, о котором мы говорим в начале этого года а, трудятся, трудятся, окей это в финальной форме будет в новом году все это выйдет в свет сразу у нас есть три карты одна посвящена Европе, другая не Амуне а третья терраформированной пирамиде на самом деле вчера у меня была возможность еще раз протестировать их в игре я действительно в восторге от них всех я думаю, что на карте Европы у меня получилось лучше всего но прямо сейчас я думаю, что НИОМ у нас становится своего рода внутренним форматом я действительно рад видеть, как все это создается и продолжается в процессе разработки спустя четыре года я очень рад, что они попали к тебе в руки все они примерно четвертого размера так что мы знаем, что выпускали много карт блин, он сказал это до них дошло, что людям нужны карты по типу Джаволина 4, а не по типу там раздора какого-нибудь или мультиплекса аллилуйя блин, ну вот серьезно я вот изначально, да, говорил, что когда вот раздор вышел, когда вот мы на нем поиграли лучше бы две маленькие карты сделали по типу Джаволина нежели одну такую вот большую, от которой все будут плеваться наконец-то до них дошло спасибо лучше поздно, чем никогда наконец-то хорошая новость в этом видосе видосе мы хотим выпустить карты, которые смогут по-настоящему преуспеть в таких режимах как Trials of Osiris и соревновательный плейлист чтобы по-настоящему сбалансировать как эти более масштабные впечатления, так и впечатления от ближнего боя в конечном счете это далеко не все, что мы делаем в PvP, так что следите за новостями в социальных сетях мы стараемся сделать так, чтобы Destiny 2 Crucible была создана для тех людей, которые любят заходить на сайт и играть в Destiny PvP каждый божий день хорошо, давай посмотрим, что написано на второй странице я думаю, что главный вопрос, который у всех на уме, звучит так хорошо, но скоро начнется сезон желаний расскажи мне о том, что будет с февраля по июнь так, начиная с февраля, мы собираемся выпускать больше контента, доступного всем, кто играет в Destiny 2 в феврале мы начнем потихоньку выпускать такие вещи, как моменты триумфа и серию еженедельных заданий, ориентированных на награды за прогресс, которые мы называем желания я позволю людям на Reddit порассуждать о том, какими, по их мнению, могли бы быть эти желания 15 сук, что ли, будет? 15 сук, что ли, будет? и в этом году мы вновь создаемся на такого рода соревнованиях класса V класс, который, по нашему мнению, действительно ускорит творческий процесс и ажиотаж вокруг этого события но в конечном счете мы пытаемся приблизиться к апрелю и маю мы собираемся поговорить о новом периоде в Destiny, который мы называем Destiny 2, Into the Light ты знаешь, что по мере приближения к Into the Light мы будем больше говорить об этом в новом году но это действительно создано не только для людей, которые играли в Destiny в течение 5000 часов, но и для твоих друзей, для твоей семьи для людей, которые являются просто вхожу в Destiny и хочу подготовиться к окончательному оформлению мы в восторге от контента и наград, которые появятся в этой игре поэтому, пожалуйста, следите за обновлениями мы будем больше блин, я надеюсь, что это означает Into the Light, да, что они собираются в какой-то мере вернуть сюжетку первой части ну, закатаю губу, я знаю, но потому что Into the Light, да, чтобы игроки поняли, что тут происходит даже те, кто давно играет, как он выразился, больше 5000 часов в игре они тоже не могут понять, что в сюжете происходит, потому что для этого тебе надо либо лорные книжки какие-то читать либо на трусах Титана каких-то условных это искать, вот это вот описание и так далее и не помогает еще то, что Bungie, помимо того, что удалили контент первого года из игры Destiny 2, да, они также удаляют сезоны и остаются только сюжетки дополнений из-за этого вообще какой-то бред происходит в голове у людей типа, кто этот персонаж, откуда он здесь взялся и так далее да, они добавляют на сайт несколько видеороликов, но это делу не помогает шикпа происходит примерно за два месяца до финальной формы, по мере приближения к ней но если отбросить все это в сторону, то сейчас большая часть команды работает над тем, что выйдет в июне это окончательная форма мы знаем, что возлагаем большие надежды на то, как мы собираемся завершить эту десятилетнюю сагу о Destiny 2 мы знаем, что вы все ожидаете потрясающих, великолепных новых локаций, кучу новых вещей для борьбы, и кучу новых способов борьбы с этим и все это вместе с историей, которая должна стоять бок о бок, с некоторыми из лучших историй, когда-либо рассказанных нашей студией я собираюсь быть честным с тобой в этом вопросе мы держали некоторые козыри при себе и я хочу попросить тебя потерпеть еще немного, потому что мы считаем, что многие системы и игровой процесс, о которых мы хотим поговорить это то, что тебе нужно увидеть, а не просто услышать так что в апреле, когда мы вернемся с геймплеем для окончательного оформления, мы хотим, чтобы игра говорила сама за себя блин, ну, конечно, ты красиво сказал, братюнь, да, но игроки, мне кажется, тут в основном услышали то, что десятилетняя сага Destiny закончилась типа и то, и такие вопросы будут а что Destiny все, это последний год? немножко не так фразу сформулировал, блин, бро немножко не так хорошо, я обещал, что на этот раз это займет не так много времени мне нужно пройти кучу игровых тестов так что большое спасибо за то, что провел со мной немного времени этим утром я собираюсь увидеться со всеми вами на этой неделе в сезоне исполнения желаний еще раз спасибо, пока ладно, ладно ну, то есть, да, 4 июня выйдет у нас финальная форма, соответственно декабрь январь февраль март апрель май 6 месяцев где-то ну, почти 7 месяцев получается продлится у нас сезон ну, готовьтесь, что зима будет долгой как-то так плюс еще там, ну, мы затезлили 3 карты плюс которые выйдут в финальной форме плюс еще какие-то отбелания непонятные которые у нас с апреля по май выйдут ну и раздор, блин раздор, блин, будет во всех режимах игры практически так или иначе опробован я уже готовлюсь к этому морально ну что ж, ладно, ладно, ладно так, тут у нас банджи также выпустили текст на сайте то, что обновление выйдет 4 июня то, что у нас основная часть сезона продлится, получается, с ноября по февраль ну, сезона желания а потом уже будут выходить какие-то, я так понял контентные обновления, которые называются желания где-то, я так понял, с апреля по май или что-то такое в общем, будем следить за развитием ситуации что называется ладно, пойдем дальше на грамки сдавать так, ладно, продолжаем еще у нас блин энтузиазма так и прибавляет мы, наверное, сразу к результату прыгнем ну вот опять 4 из 5 выпало эммм что, что будешь делать 3 из 5 еще нет нет продолжаем так но это пока что ближайшая к гадролу, что нам выпало то есть захват цели, вечное движение, высокоточки и спиральки хотя бы все перки на дальность присутствуют уже прогресс уже прогресс это мы оставляем, наверное пока что так далее еще у нас нет нет я смотрел о здесь еще один такой показалось тоже нет тоже нет тоже нет ладно, идем дальше так так ну что ж осторожнее с этим вот здесь у нас последняя порция таскать блин я не прощил малость, ну ладно блин опять 4 перка на дальность да ты что со мной делаешь, а? ну ладно, заглянем на почту ну ладно, заглянем на почту есть единственную в игре линейно-плазменную винтовку нитьевую, да что тут у нее можно достать цветочную ярость усиленные резервы ну либо острижающее оружие четвертый столбец брусов-то под зарядом третий столбец ну или обойму сюрприз также может подойти быстрый удар ну для пве естественно погнали ролить да сделано прямо для тебя не знаю, правда, зачем но пусть будет мало ли чё у нас здесь по контрактам всё не используй с умом неплохо так, еще две а здоровье с этим так нет нет это надолго, в общем опять а, ну в принципе это было быстро почему с пипегой нельзя было так же сделать ну хотя здесь только вот три перка есть из нужных мне ну ладно это мы сохраним с пипегами просто здесь всё печальнее то есть у нас в конечном итоге вот такая вот осталась ну это пока что самый лучший вариант такой вот это вот четыре из пяти ну и вот это тоже четыре из пяти с абсолютом на перезарядку ура хайп так, тут у нас ещё верка автоподзаряд нету так, это я уже открывал а авангард делит мир на чёрные и белые это мне для пвп поскорее пригодилось но нет никаких ну вот кстати классный ролл то есть автоподзаряд есть и обоему сюрприз сострижающие оружие и он на аккумулятор ну это мы возьмем наверное не знаю этот мы точно оставим так этот нет получается здесь у нас это нет это нет тоже нет она продолжаем так вот меня тут еще спрашивают будет ли пятницу осирис или его затмит данж насколько я помню банджи последние несколько то ли сезонов то ли лет уже когда выходит какой-то новый сезон они осирис включают там где-нибудь потом через неделю там через две так что скорее всего когда выйдет подземелье осириса не будет так ну чё ж что ж и у нас тут выпали линейки такая такая вот такая ну и вот это пока что фаворит так как здесь можно менять обоему сюрприз с автоподзарядом и стреляющим оружием тоже присутствующим но блин себя точно ярости нету видимо придется две все-таки оставить но на этом мы пока что прервемся в плане там сдачи нграмм у меня тут еще остался осирис 71 нграмм и надо будет потом еще банджи поздаваться но тут надо сейчас нам подкасту подготовиться поэтому на этом моменте ролик мы прервем вторая часть там потом сдачи будет еще после подкаста ну и плюс у нас тут еще новости вот вышли чтобы уж совсем ролик не растягивать сейчас небольшой перерыв будет подготовимся ну стрим я не завершаю просто без звука посидим где-то минут 10-15 ну а там уже продолжим в общем youtube спасибо за просмотр лайк ставим комментарии пишем на канал подписываемся как лучше программа топнем саде наварения о выходе новых видосов